Всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал Plants and Me. Это канал, который посвящен комнатным растениям. Ну что, на дворе март, март в разгаре, и мне показалось, что сейчас самое время заняться активными пересадками, черенкованием растений. За зиму, как бы это странно не звучало, но за зиму многие мои растения подросли очень сильно, и я понимаю, что прям уже требуются подобные мероприятия. Поэтому я решила устроить небольшой такой эксперимент и снять неделю, весеннюю неделю черенкования пересадок. Я не уверена, что мне получится снимать прям 7 дней подряд, но думаю, что 4 или 5 дней точно я буду вместе с вами свои растения пересаживать, черенковать, омолаживать, в общем, всячески готовить их к новому сезону. Наградой мне за труды, за съемку этого видео будут ваши реакции под роликом. Лайки, комментарии обязательно пишите, занялись ли вы уже тоже пересадками, или, может быть, вы пересаживаете, черенкуете растения круглый год. И также, если еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, мне будет очень-очень приятно. Ну что, давайте начинать. Люблю, когда утро начинается неспешно. Это мое время, которое я не готова делить ни с кем. Я включаю фитолампы, рассматриваю растения и варю ароматный кофе. Кофе – неизменный ритуал, без которого я не могу начать свой день. Мое недавнее открытие – онлайн-магазин «Тейсти кофе». Ребята из «Тейсти кофе» обжаривают зерна небольшими партиями под заказ. Весь секрет качественного и вкусного кофе – это его свежесть. Самый яркий вкус зерна дарят примерно с 5 по 30 день после обжарки. На каждой пачке кофе есть уникальный QR-код, отсканировав который, вы можете отследить весь путь зерен. Начиная с фермы, на которой кофе был выращен, можете даже узнать имя фермера. Ассортимент онлайн-магазина «Тейсти кофе» очень разнообразный. Здесь, помимо зерен, вы можете найти молотый кофе, кофе в капсулах, в банках, дрипы, а также различные аксессуары для приготовления кофе. Кофе из дрипов – это новый формат, но тоже высокого качества. И способ приготовления является максимально простым. Ведь все, что вам понадобится – это чашка, дрип-пакет и горячая вода. На случай, если вам хочется максимально сэкономить время, я рекомендую обратить внимание на уже готовый кофе в банках. Если сделать заказ в «Тейсти кофе» до 13 часов по Москве, то зерна обжарят в этот же день и передадут транспортной компании. Кстати, при заказе на сумму от 600 рублей доставка бесплатная. А по моему промокоду PLANTS вас ждет скидка в 15%. Переходите на сайт по ссылке в описании под видео или по QR-коду на экране. Ну что, друзья, начинать будем с филодендрона. И это у меня филодендрон получается садирой. Видите, он достаточно неплохо вырос. Я его брала совсем таким небольшим растением с вот такими листиками. Вот вы можете наблюдать. Он уже давно перерос опору на самом деле. Но мне, конечно же, было лень ее наращивать, во-первых. Во-вторых, я в принципе не хочу наращивать опору. Поэтому сейчас я буду его черенковать. И, видимо, мне придется порезать, я так думаю, даже вот эту вот опору. Опора самодельная, я сама ее мастерила. Поэтому, ну, с одной стороны, жалко. Жалко немножко. Но что делать, иначе мне никак корешки будет не извлечь. Ну, посмотрим. Может быть, получится так отцепить. Не знаю, макушку. Здесь такие крупные вот листья. Макушку я, наверное, себе оставлю. Пока не хочу, наверное, его куда-то вообще совсем выводить из коллекции. Кому-то отдавать полностью. Поэтому думаю, что макушечный черенок себе оставлю. Мне страшновато, честно говоря. Потому что я ни разу не снимала вот так вот с опоры растения. У меня не было еще таких филодендронов. Поэтому сейчас будем пробовать с вами. Ну что, смотрите, какой он у меня большущий товарищ. Я сначала хочу, конечно, отрезать макушку. Потому что она тут без опоры. И это будет, ну, вот так вот видно, наверное. Она без опоры. Это будет достаточно легко. А вот с остальной частью будем разбираться чуть позже. Всегда дезинфицирую ножницы или там лезвие. Я в этот раз буду использовать ножницы. Хотя, конечно, лучше бы, конечно, что-то более острое. Но у меня ничего такого под рукой нет. Поэтому будут ножницы. Надо вообще обзавестись, конечно, такими штуками всякими. Так, ну, давайте, наверное, как сделать? Ну, давайте прямо тут вот сейчас раз и отрежу. Листья, конечно, очень большие. Смотрите, жирненькие. Наверняка мне кто-нибудь будет писать, что как так, как не жалко такое растение. Ну, а куда мне его ставить? Мне некуда такого гиганта размещать. Как у Сидней Пленд Гая, мне тоже не хочется делать такие высочайные опоры. Поэтому, мне кажется, нормально будет. Может быть, даже вот такую макушку я себе и оставлю. Вот, смотрите, здесь уже хорошие корни. Можно, конечно, здесь вот черенкануть. Вот, и вот этот корешок, он очень хорошо, быстро в воде даст прям прирост активный. Вот это лишнее я уберу. Ну, всегда такие штуки снимаю для того, чтобы, ну, вода, в которой будет стоять черенок, не портилась. Я срезала самую макушку, да. Сейчас еще вот так ее покажу. Видите, большущие, большие листья. Не знаю, не знаю, правда, не понимаю, как быть. Еще отрезать черенок или целиком так оставить. Ну, посмотрим. В процессе, в процессе решу. Сейчас нужно разобраться с тем, что у меня вот здесь. Я совершенно точно хочу, наверное, оставить низ растения вот в этом горшке. Там много корней, но еще есть место. И хочу, чтобы сначала почку пробудил, вот, низами на растения, а потом уже пересадить. Вот, думаю, сделаю таким образом. Поэтому страшно, страшно браться дальше, резать. Так, ну, вот тут, кстати, тоже мне ничего не пустило корни. Поэтому здесь можно смело вот так порезать. Вот. И это я порежу на черенки. Думаю, что сделаю вот такие вот черенки. Одно междоузлие, один листик. Мне кажется, так будет симпатичнее. Такие вот. Раз, два, три, четыре. На самом деле нам остается не очень-то много. Но вот эту часть, да, ее так не вытащить. Видите, там корни, не знаю, видно здесь или нет, они прямо вот в опоре. Поэтому, я не знаю, придется, видимо, и низ доставать. Не очень хочется, но иначе никак. Мне иначе, ну, вот, резать в любом случае придется. И придется резать опору. Поэтому лучше, наверное, самодельные опоры. Их, ну, с одной стороны, жалко резать, с другой стороны, себестоимость их не очень большая. Поэтому можно себе позволить. Я не высчитывала, конечно, себестоимость, но думаю, что это не очень дорого получается. Растения все равно необходимо омолаживать. Но вот, да, особенность опор, она вот такова, что никак просто не извлечь. Так, все, вытащили. Это вытащили, осталась вот эта часть мне немножко отстричь, чтобы корни освободить. Ура! Неужели? Мог достаточно рыхленький, поэтому, ну, не могу сказать, что прям должно быть супер тяжело. Можно еще его, наверное, размочить, если уж он очень сухой. В моем случае сухой. Вот. Ну, в целом, думаю, что справимся. Итак. Так, я освободила нижнюю часть. Знаете, пока, наверное, вот сделаю вот так, добавлю немножко субстрата и пока не буду пересаживать. Вот это все, конечно, это катастрофа. Вот и подумаешь после этого, возиться с этими опорами или нет. Но, на самом деле, есть свое удобство в опоре. Не могу сказать, что игра не стоит свеч. Думаю, что вполне себе стоит. Такие вот корни, которые были в опоре. Ну что, в итоге, вот эти у меня черенки с корешками, их я сразу посажу в субстрат. Немножко, может быть, еще очищу от сфагнума чуть-чуть. И сразу посажу в грунт. Думаю, должно быть все нормально. А те, которые просто срезаны и неукоренены, их поставлю в воду. Я укореняю просто в воде, ничего туда не добавляю. Подожду, когда срез хорошенько подсохнет. И после этого поставлю укореняться. Ну что, друзья, у нас с вами следующий день. Конечно, планы у меня грандиозные на эту неделю. Но пока не очень понимаю, что же именно я успею. Но то, что точно нельзя откладывать, уже больше тянуть, это пересадка моих маленьких таких вот аллоказий. Смотрите, видите, они совсем крошки. Но при этом, вот тут видно, что корни уже. Это у нас варигатный драгонскейл. Уже большие во все стороны. Нужно обязательно пересаживать. И есть у меня еще вот такая вот black stem варигатная. Тоже ей уже очень тесно. Также несчастная многострадальная вот саниана. Ну как многострадальная. Сейчас нормально у нее обстоят дела. Единственное, что ей, видимо, очень много было света под лампой. И она начала вот так активно уворачиваться. Поэтому надо ее пересадить и вообще сменить ей, наверное, место расположения ее. А так она нарастила очень много корней. Я покупала ее совсем маленькой. Она в какой-то момент сбросила все корни. Ну в общем, воциняны, они такие капризноватные барышням. Вот, ну не знаю, попробую, попробую пересадить. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть она будет нормально у меня расти. Я там, кстати, вижу клубни. Она умудрилась нарастить клубни. Даже две штуки. Ну ладно. Давайте пока мы пересаживаем. А, еще у меня тут на очереди жаклин. Жаклин, бедняга, уже очень сильно страдает в этом маленьком горшочке. Надо было ее давно-давно пересадить. Ей, мне кажется, тоже многовато света. Но вот последний лист у нее такой вот красивый. Давайте, да, начнем с блэкстэм. Покупала я ее вообще клубнем. Но свой страх и риск, это же варигатная лаказия. И непонятно было, что там из нее вырастет. Но мне повезло. Клубень. Из клубни выросла варигатная детка. Единственное, что я ее слишком долго держала в тепличке. Ну, этот клубень, проросшее растение. Из-за этого она у меня сильно затормозилась в росте. Вот, потому что я редко туда в тепличку заглядывала. Практически не удобряла. И вот как результат мы видим, что очень маленькое растение. Хотя за это время она могла уже прилично подрасти. Ну, ничего. Я так уберу вот этот желтый листик. Один из первых. Думаю, нормально все будет. Смотрите, симпатичные у нее такие листики. Пестрые. Вот этот последний, он уже наконец-то побольше. Думаю, что я сейчас пересажу, и она отлично пойдет в рост. Мне было очень сильно... Так, нужно выбрать горшочек для нее. Я не знаю. Ну, кстати, в целом вот этот, наверное, подойдет. Она же еще маленькая. Мне было очень сильно лень замешивать какой-то суперспециальный субстрат. Поэтому я намешала все, что у меня было. Ну, основа это все равно кокос. Вот. Но так там чего только нет. Всякие остатки в разных пропорциях. Поэтому я вам даже тут сейчас никакую цептуру не буду говорить. Потому что в этом просто нет смысла. В целом, для меня то, что растение в какой-то момент чуть притормозило в росте, не является большим минусом. Если я понимаю причину, ну, если это не из-за какой-то там болезни, а просто объективно из-за того, что я ленюсь удобрять или качественно засвечивать, в целом меня это может не сильно смущать. Полью супердрайвом, как и остальных пересаженных сегодня. Такая вот, ну, хорошенькая. Так, двигаемся дальше. Следующим номером у нас шкура дракона. Регатная. Видите, какие длиннющие корни вырастила. Ей, конечно, тут очень тесно. С ней такая же у меня история, как с Black Stamp. Конечно, надо было уже давно пересадить. Давно начать нормально, полноценно удобрять. Но я этого не делала. Ну, думаю, ничего страшного. Так, отряхивать сильно, не сильно. Даже не знаю, корни хорошие. Наверное, сильно не буду отряхивать. Вот этот листик она попортила нижний. Хочется срезать. Ну, посмотрим, может не прямо сейчас. Для нее у меня есть вот такой горшочек. Думаю, что сюда посажу. Еще одна из причин, почему я так сильно, что называется, не запаривалась составом субстрата. Ну, то есть я примерно понимаю, что там есть. Я понимаю, что отвечает характеристикам, которые мне нужны. Причина в том, что лаказии эти, скорее всего, хорошо сейчас пойдут в рост. Ну, я надеюсь. И мне все равно придется их через несколько месяцев снова пересаживать. Поэтому, наверное, для этой может быть даже великоват чуть горшочек. Хотя ничего страшного. У нее там довольно много корней. Поэтому пускай осваивает этот объем. Первое время они у меня постоят все равно в витрине, потому что там просто есть место. И мне кажется, витрина отличный такой промежуточный этап при переходе из тепличных условий к комнате. Так, следующее, Жаклин. Жаклин, конечно, очень уже тяжело тут, плохо. Давно надо было ее пересадить. Миллион корней, что-то она уже из них стала гноить. При этом я удивляюсь, как она все равно выдает листья. Больше двух не держит. Но это было бы удивительно, если бы она мне тут еще и листьев, миллион штук, держала на кусте. Вижу, что тут клубни растит. Но клубни пока небольшие, пусть растит. Даже не хочется как-то ее, честно говоря, расплетать, этот ком. Чем хорош кокос, он, конечно, достаточно легко отряхивается с корней. Это удобно. Берем этот стакан и сажаем сюда нашу Жаклин. Потому что хочется, конечно, чтобы было побольше листьев. В первое время на ней было больше листьев просто потому, что ей, видимо, хватало сил, места. Так, давно она была пересадить, но при всем при этом мне не показалось, что Жаклин какая-то уж очень истеричная локазия. Может быть, мне экземпляр такой попался. Потому что она терпела вот эти мои... Мой не очень хороший уход. Ну, то есть, как не очень хороший? Из-за того, что надо было давно пересаживать, ей тесно, быстро просыхал грунт. Из-за этого возникали ситуации с пересушками, со всякими. И все равно она умудрялась расти. Да, меньше листьев, всего две штуки. Я думаю, что сейчас она получше, кстати, пойдет. Рост, укорениться тут основательно. Кстати, пока я там проверяла корни, стряхивала старый субстрат, я нашла 5 клубней. Но я не планировала их снимать, 5 клубней. Ну, такой маленькой вообще-то аллоказии. Главное их не выбросить, не забыть. Ну что, следующее у нас аллоказия вациняна. Да, бедняга, как ее перекосила. Теперь нужно убрать мох. Ну что, смотрите, какие получились корни. Огромные, длиннющие. Во что ее сажать? Видимо, вот в этот стакан. Потому что... А, у меня есть еще вот такой вот горшок. Ну, я не знаю, понравится ей в этом горшке или нет. Может быть, он не такой высокий. А, может, и нормально. Ну, раз уж и есть у меня такие горшки, надо их испытать. Подумала я подумала. И раз уж у меня остался грунт, я просто не понимала, много я его там намешала или мало, то, наверное, есть смысл пересадить еще одну аллоказию. Но она уже побольше. Но пересадить-то ее надо. Сейчас я вам покажу. Это моя прекрасная аллоказия. Сабрина. Она же Девилхорн. Видите, какая большущая? Это прям, ну, очень красивый сейчас куст. Такие вот длинные-длинные листья. Она прям... Я не знаю, сколько сантиметров длиной этот лист. Он, правда, очень большой. Очень длинный. И вот сейчас я вам покажу. Тут уже довольно много корней. Так вот видно. Поэтому, наверное, есть смысл ее переместить в более глубокий стаканчик. Вот, наверное, в такой я посажу. Мне не хочется, конечно, ее особо тормошить. Она так хорошо себя чувствует, так хорошо растет. Листьев так много держит. Вот я вижу, что еще один листик тут готовит. Получается сейчас на ней раз, два, три, четыре, пять, шесть листьев. Она седьмой вот угоняет. Все-таки давайте я ее пересажу. Наклоню, чтобы вам было лучше видно. Вот так вот. Очень красивая аллоказия. Просто, просто восторг. Всем рекомендую. По многу листьев держит. Никаких с ней больших проблем у меня не было. Хорошо она адаптировалась. Прям не аллоказия, а какая-то мечта. Ну что, я думаю, что я не буду сейчас тормошить ее корни. Сюда пересадите. Как будто бы тесно. В общем, друзья, я не стала их слишком терзать именно вручную. Просто встряхнула, хорошенько отряхнула. Не знаю, вот в этом объеме вообще есть какой-то смысл? Наверное, есть. Посажу сюда, короче. Видимо, потом придется летом снова пересаживать. Ну что, я ее посадила. Уж не знаю, насколько этого стаканчика ей хватит. Аллоказия прекрасная. Еще, знаете, в чем сложность? Она немножко неустойчива из-за того, что еще, ну, понятное дело, не укоренилась в этом стакане. Но балку вроде мне никакую не хочется ей ставить. Но я посмотрю. Еще одно важное мероприятие на сегодня. То, что я откладывала уже очень долго. Мне нужно обязательно начеренковать вот этот филодендрон. Это филодендрон вирукозом Amazon Sunset. Он у меня такой немножко выцветший, вы видите. Дело в том, что ему очень ярко там, где он растет. Поэтому я буду, конечно, менять место его расположения. Но для начала мне хочется разобраться с ним. Видите, какой он очень некрасивой формы. Вот здесь он вообще выдал несколько почек. В рост пошла только одна. Вот смотрите, свежий лист. Ну, красивый, конечно, красивый, да, филодендрон. Но с его внешним видом определенно нужно что-то делать. А что делать? Его нужно черенковать. Надо совершенно точно срезать ему вот эту вот верхнюю часть, которая тут вот так некрасиво и странно ветвится. Вот эту макушку. Так. Этот лист я уберу. Тоже, мне кажется, он здесь. И вот, наверное, этот тоже уберу. Наверное, вот такую макушку я оставлю. Поставлю ее укореняться. Вот. Следующий лист будет здесь. В общем, таким образом посажу. Здесь точно будет много корней. Вот. И надо как-то его оформлять. Потому что, да, сейчас он у меня, конечно, не очень красиво рос. Хочется его все-таки... Его надо точно на опору. И тогда он будет вообще роскошным. И другое место ему поставить. Другое место его поставить. Видите? Видите, как у него выгорели листики. Много-много-много света для него. Слишком много. Он прям под лампой у меня стоял. Вот. А что с этим делать? Наверное, я прям так пока оставлю. Буду ждать, когда вот этот пенек пробудит точку роста, почку. Но, наверное, вот эту вот часть сухую я хочется срезать. Потому что у нее очень красиво выглядит. Ну, посмотрим. Может, пока так оставлю. Куда-нибудь под лампу. Но в дальний угол определю, чтобы он двинулся в рост. Всем привет! Ну что, очередной день моей недели черенкования и пересадок. Вообще, на сегодня грандиозные планы. Вот видите, я даже набросала вот этот небольшой список. Что сегодня нужно прям вот обязательно сделать? Мне нужно начеренковать бегонии. Просто уже тянуть нельзя. Черенковать и, наверное, основание растений еще и пересадить. Обязательно. Потому что им там очень тесно. И нужно пересадить бегонию макулату тоже обязательно. Я ее уже начеренковала несколько дней назад. Но само это материнское растение тоже нужно обязательно уже пересаживать. И там очень тесно. Также пришло время заняться хоями. И уже больше нельзя тянуть с хоя лакуно за сильвер. Сильвер с кимо. В общем, вы поняли. Она у меня так выросла. Это просто нечто. Тоже покажу на видео. Ну, я думаю, что вы сами уже заметили. Несколько раз я ее показывала. Прям очень быстро растет. С какой-то, не знаю, феноменальной скоростью. При этом видно, что ей уже не очень хорошо в этом горшке. И корней там тоже много. Быстро просыхает субстрат. Как я поняла. Потому что она сбрасывает бутоны постоянно. То есть только начинает набирать, казалось бы, бутоны. Казалось бы, вот-вот должна расцвести. Но я ее засушиваю. И как реакция на мою засушку, пересушку, она сбрасывает бутоны. То есть растение продолжает развиваться, расти. Но вот на цветение ей не хватает сил. Не то, чтобы я беремлюсь к тому, чтобы все мои хои цвели обязательно. Ну, нет у меня такой цели. Просто для меня это показатель того, что растению не очень комфортно. И лучше его пересадить. Начеренковать, я думаю, и пересадить материнское растение. Также нужно заняться хоей хешкилианой. Когда я уезжала, я ставила ее в пакет. Ну, чтобы она не пересохла в период моего отсутствия. Она не очень хорошо реагирует на засушку. И, конечно же, в условиях высокой влажности в этом пакете она нарастила там очень много воздушных корней. Мне и визуально это не очень нравится. Ну, и заодно я решила воспользоваться тем, чтобы укоренить эти черенки. Мне кажется, быстрее получится. Раз уж там наросли такие воздушные корни хорошие. И, наверное, не помешало бы мне заняться циндапсусами. Сильвер Энн надо тоже черенковать. Ну, я посмотрю. Мне кажется, уже скоро некуда будет ставить черенки в таком количестве. Сильвер Клауд надо бы пересадить. И есть у меня еще Дарк Форм. Аргиреус Дарк Форм. Его тоже хочу начеренковать. Не знаю планов. Просто громадье. Что я из этого успею. Пока не понимаю. Но сегодня у меня целый день для того, чтобы снимать, заниматься растениями. И думаю, что в целом, наверное, можно успеть сделать многое. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Ну что, друзья. У меня тут есть такой короб. Который пока в виде короба. Потому что у меня нет, как это сказать. В общем, нет флорариума. А бегонии, которые я себе завела, они, в общем-то, флорариумные. Смотрите, какая красивая. Это просто вообще роскошь. Какая-то невозможная. Ее нужно пересадить. Потому что тут многовато корней. Я ее... Посмотрите. Это просто какая-то вообще фантастика. Очень красивая бегония. И я, если честно, в шоке от размера листьев. Почему-то я думала, что она более компактная. Но она такая вот крупненькая. Просто вот видите, с мою ладонь лист. Очень красивые, потрясающие вот эти вот горошки. Вот даже не знаю. Наверное, я ее сначала пересажу. А потом, может быть, ее начеренкую. Ей надо бы, наверное, срезать, конечно, уже макушку. Потому что она упирается просто-напросто в этот мой короб. Вот. Ну, очень красивая. Смотрите. Просто какая-то фантастика. Да. Бегонии, как-то, вы знаете, увлекают все больше. Так. Ее я пересажу. И есть у меня еще парочка бегоний, которые... Смотрите, что тут делается. Очень много воздушных корней. Хейри Спотс, по-моему, называется. Многовато ей света. Из-за этого, видимо, у нее не такие розовые пятнышки. Ничего страшного. Надо будет ее, да, побольше притенять. Но, в целом, в общем, не критично. Ну и, наконец, еще одна бегония. Которая тоже, вон, что устроила с корнями. Ей тоже очень тесно. Из-за этого я ее иногда пересушиваю. Я забыла, как называется эта бегония. Очень красивая. У нее такие потрясающие красные прожилки. И тоже надо ее черенковать. Причем, видимо, на несколько даже растений. Вот этой красотки, что ли, начинать. Ну, какая роскошная. Боже мой. Мне прям даже жалко ее резать. Хотя все равно, конечно, придется. Потому что она уже крупненькая. Такие милые цветочки. Очень нравится. Нравится, что они такие маленькие. Решила, что посажу ее в кокос. У меня, конечно, тут не самый мелкий кокос намешан. Но ничего, я стараюсь так крупные фрагменты, может быть, убрать. Ну, думаю, что она в целом нормально отреагирует. Решила, что раз уж она была в кокосе, не хочу другой субстрат. Ну, чтобы она была в разных субстратах. Мне не хочется. А освобождать ее эти корешки, ну, это как-то вообще бессмысленное, мне кажется, занятие, бессмысленная работа. Так, ну что, то мы пересадили. Теперь нужно заняться черенкованием. Начну, наверное, с Hairy Spots. Да, только сейчас увидела, что она, конечно, у меня немножко потеряла розовый вот этот вот окрас. Ничего, это все дело наживное. Немножко притяните, думаю, будет нормально. Так, ну, как обычно, обрабатываю ножницы. Тор, вот эту беконию точно буду сажать в торф, потому что, потому что у меня есть торф. И как-то я решила, что хочу сделать так. Следующая бегония в Рее. Как-то так она называется. Могу потом подписать название. Очень красивая, конечно. Такие у нее листики. Видите, она у меня немножечко... А, это я ее достала из теплички. Она потеряла тургор. Вот они все-таки, все-таки они очень-очень флорадиумные, вот эти подруги. Давайте ее тоже будем черенковать и возвращать, конечно, в тепличку. Немножко опасаюсь загубить, конечно. Но если увижу, что ей не очень хорошо, то всегда, как я уже говорила, можно срезать черенок, поставить в воду макушечной. Пока поделю вот так. Сейчас посадим, и буду я их поливать. Ну что, продолжаю свой забег с черенкованием, марафон. Как уже говорила, Хоя Лаконоза Супер Сильвер, Сильвер Скимо, как ее только тут не называют, очень у меня хорошо растет. Не просто хорошо, а с какой-то огромнейшей скоростью. Вот смотрите, вот какие у нее на самом деле длинные есть ветки. Я просто их наматываю вокруг вот этой опоры. Не знаю, с феноменальной скоростью растет. Нужно, короче говоря, как-то ее переоформлять, потому что это уже не очень удобно, и мне не очень нравится визуально. В общем, пришло время черенкования. Сначала обрабатываю ножницы хлоргексидином. Шатош, кого ты там увидел? Кот увидел птичек. Поэтому, если будут странные звуки, не пугайтесь. Так, ну что? Кажется, что вот где не начнешь резать, там и правильно. Ого, это все одна ветка. Ну что ж, давайте ее вот прям так и срежем. А как достать отсюда? Вот такая вот плеть. Очень длинная. Сейчас посмотрю, там где лысоватые стволики, наверное. Я те фрагменты удалю. Я тут накручивала, не знаю, в сколько оборотов. Очень большая. Смотрите. Такие вот у нее длинные вообще-то веточки. Очень длинные. Вот такой длинный. Укоренять ее буду в воде. Хотя, признаюсь, вообще-то больше мне нравится укоренять хое сразу в субстрате. Но дело в том, что у меня нет места в тепличке. А хое, конечно, срезом. Если в субстрате, то нужно укоренять в теплице сразу. Но у меня просто уже закончилось в них место. Поэтому поставлю на укоренение воду. В воде, честно говоря, тоже хое отлично укореняются. Да, в воде тоже отлично укореняются. Но просто потом приходится еще пересаживать. Поэтому, если говорить про скорость и про оптимизацию процессов, то, конечно, в воде получается чуть дольше. А в субстрате все это как-то так ловче и быстрее. Но что делать, если место закончилось? Пока вот так вот оставлю в таком виде. Чуть попросторнее стало. Чуть меньше она будет место занимать. Но думаю, что скоро снова придется черенковать. Или какую-то опору ей другую. Может быть, не знаю, может быть, круглую ставить. Тогда она будет больше в диаметре. И можно будет по кругу там больше намотать веточек. Так, следующая на очередь хьюшки Лиана. Вот так она у меня сейчас выглядит. Видите, какие длинные веточки? Во-первых, мне не нравится просто, что вот эти сильно длиннее, чем остальные. И вот так много она нарастила воздушных корней. Тоже хочется мне как-то это все подправить, почистить, чтобы выглядело аккуратнее. Может быть, какой-то черенок, парочку оставлю себе, чтобы можно было более пышный кустик сформировать. Но что-то, видимо, попадет в излишки, потому что, ну, как-то, да, многовато мне, многовато столько хой. Мелколистные хои, как мне кажется, лучше черенковать не одним-двумя междоузлиями, а именно веточками. Мне кажется, они так лучше как-то укореняются, в рост идут. Поэтому здесь я прям вот такую вот ветку срежу и разделю, наверное, на две части. Ну, как-то вот так. Вот так. И, наверное, срежу... Что тут еще? Везде этот сок. И срежу вот эту ветку. И тоже разделю ее, думаю, на две части. Мне кажется, короче, не стоит, так они лучше укоренятся. Так, ну, собственно, наверное, с хюшкелианой все. Вот так она и смотрится аккуратней. Немножко сейчас, наверное, разветвиться за счет этого. Еще пышнее кустик будет. А эти черенки тоже поставлю в воду на укоренение. Я сделала небольшой перерыв. Сходила пообедать, вышла специально на улицу, чтобы у меня не возникало ощущение, что какой-то день сурка бесконечный, и что я дома только снимаю и пересаживаю черенкой. Вот, решила выйти, прогулялась немножко, сменила обстановку. И сейчас, друзья, планирую дальше пересаживать. У меня на очереди бегония с циндапсус. Давайте, наверное, начнем с бегонии. Такая вот моя макулата. Я ее уже начеренковала. Тут не очень красивое, может быть, осталось такое основание, но не страшно. Я думаю, что сейчас ее пересажу, буду нормально поливать, перестану засушивать, и она пойдет прекрасно в рост. По поводу субстрата, сейчас вам расскажу, что я сделала. Решила на этот раз особо не мудрить, мне было немножко лень. И я взяла кокосовый субстрат Угра. Знаете, так в брикетах продается. Я как-то на Бусти показывала, как я там откалываю фрагменты этого спрессованного кокосового субстрата, сливаю водой, как я его готовлю. Вообще на Бусти довольно много уже видео накопилось. Регулярно выходят новые, два раза в месяц. А еще скоро я жду, что наберется 200 платных подписчиков. Сейчас там больше 190 человек уже оформили на меня подписку. И как только наберется 200 платных подписчиков, я буду проводить розыгрыши подарочков каждый месяц. Поэтому, если интересно, заглядывайте ко мне на Бусти. Ссылка будет в описании под видео, в закрепленном комментарии. Все как обычно. Вот. Поэтому, возвращаясь к субстрату. Я взяла вот этот вот Угра. Подготовила его, размочила. Добавила перлит, ну, достаточно щедро. И немножко древесного угля. Там были остатки еще предыдущего субстрата. Ну, там буквально чуть-чуть. Но мы даже не будем брать этого внимания. Мне просто показалось, что это растения, которые сейчас буду пересаживать. Они достаточно простые. И мне вот что-то не хочется уже умудрить. Хочу быстренько пересадить. Субстратый. Субстратый. Так, следующий у меня Сцендапсус. Сцендапсус Сильвер Клауд. Очень красивый. Очень мне нравится. Я его начеренковала. У меня были длиннющие такие плети. Прям очень длинные. И после этого он пробудил прям очень много почек. Даже вот, не знаю, иногда на одной ветке по две, вот как вот здесь, две почки. Интересное такое наблюдение. Я не знаю, с чем это связано. Ну, про него можно подумать, что, наверное, из-за того, что я срезала, ну, начеренковала его, отрезала эти длинные плети, его ветки. Может быть, из-за этого он разветвился. Вполне себе логично. Но самое забавное, что в это же самое время подобные истории случились и с другими моими Сцендапсусами. С некоторыми, по-моему, Сильвер Принцесс, какой-то там еще. Я сейчас не вспомню Сцендапсус. В общем, они пробудили почки даже там, где я их не ждала. Хотя я ничего не делала для этого. Единственное, что я могу предположить, что на фульвик они так отреагировали. Это препарат от Терра Акватики. Я добавляю просто к удобрению. Ну, добавила, потому что у меня есть. Вот. И увидела такой результат. Не знаю, с этим связано или нет. Не могу понять. Но выглядит, конечно, это хорошо. Потому что куст, ну, растение сразу превращается в такой пышный куст. И для этого я, собственно, ничего практически не делала. Поэтому у него сейчас тут было две точки роста. А сейчас я вижу раз, два, три, четыре, пять, шесть или семь. Вот. Фульвик, не фульвик? Непонятно. Но растение, само собой, загустилось. И это меня радует. Корней очень много. Очень много. Видите, уже там оплели горшок. И надо было, конечно, уже, наверное, давно пересаживать. Но уж как получилось. Коршок предлагаю вот такой для сциндапсуса. Тоже не особо хочу, конечно, тормошить его корни. Ну, вроде как не мешало бы обновить субстрат. Но там все так плотно спрессовано, что мне уже даже и не хочется. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вот такая красота. Смотрите, какие у него новые листики растут. По-моему, очаровательные. Здесь тоже. Очень люблю этот сциндапсус. И он один из тех, не знаю, сортов, наверное, правильнее сказать, которые мне по-прежнему сильно нравятся. Которые очень даже достойно выглядят и в ампельной форме. Очень хорош. Silver Cloud. Рекомендую всем. Еще и красивейший у него такой вот окрас. Всем привет. Ну что, наверное, сегодня будет последний день из этой моей недели черенкования. Не знаю, марафона пересадочно-черенковательного. И я решила заняться еще одним филодендроном, который тоже у меня на опоре растет. Но что-то не очень меня радует. Ну не то, чтобы не очень радует. Он не очень хорошо увеличивает лист. Потому что, как мне кажется, ему не очень по душе опора. Плохо он туда пускает корешки. Ну и в целом я сейчас тоже размышляю, буду ли я его оставлять в коллекции. Потому что у меня есть растения, чем-то его напоминающие. Поэтому я так размышляю. Это мой филодендрон вирукозум. Как бы его мне вот так достать. Вот он. Здесь два или три черенка. Так вот он сейчас выглядит. И очень быстро просыхает субстрат, просыхает опора. Мне это все надоело. В любом случае нужна какая-то реорганизация вот этого всего. Тут он даже вообще и не врос в эту опору. Ой, не видно. Вот так вот. И я в какой-то момент вообще плюнула на это все. Перестала опору активно увлажнять. Поэтому, да, вот видите, даже листики немножко туркар теряются. За то, что постоянно он пересыхает. Я просто не успеваю его поливать. Вот. Поэтому сегодня займемся им. Буду, видимо, его... Ну, тут даже особо с опоры снимать не нужно. Потому что он только вот в одной части. Вот только вот здесь, наверное, он в нее врос. Убираю вот эти штучки, которыми крепила его, тейп. Вот, видите, он даже и не врос в опору. Такой фрагмент большой достаточно. И вот этот... Не знаю, возможно, придется его тоже резать. Шатош. Ты пришел немножко похулиганить? Так. Еще макушка. Вот с этой частью что-то надо делать. Но здесь точно можно срезать вот такой вот черенок таким образом. Я вот так сделаю. Вот. Чем не черенок? Это, конечно, жалко. Но мне придется сделать так. Немножко по-варварски. Но тут есть корешки. Думаю, что тоже можно вот так разделить. И он еще нарастит корни в воде. Ну, собственно, и все с этим... А, нет, не все. С этим филодендроном. Раз, два, три. Вот такие черенки. Здесь можно оставить макушку. Макушка, кстати, хорошенькая. Смотрите, какой лист симпатичный. Такую оставлю. Потому что как-то мне жалко совсем отрезать много. А вот эту часть можно еще поделить, подробить. Можно, по сути, можно было бы оставить несколько листиков на черенке. Но мне не очень нравится, как подобные черенки, ну, например, вот такие, потом растут. То есть они не очень красиво сформированы. А когда есть черенок в один лист, вот с таким фрагментом ствола и вот с зачатками воздушных корней, мне кажется, что он гораздо потом как-то симпатичнее начинает развиваться. То есть он выдает почку. Да, сначала листик небольшой. Но зато он потом вот наращивает дальше размер листьев, растет. А материнский лист можно даже срезать. А когда у нас вот, допустим, такого, сейчас покажу, вот такого размера черенок, вот какой-то вот такой, да, с двумя междоузлиями, с двумя листиками, получается, что все равно почка, скорее всего, одна. Ну, может какая-то еще пробудиться, но не факт. И выглядит это как-то не очень. То есть потом, мне не нравится, как растение развивается из вот таких вот длинных, из таких вот сложносоставных черенков. Либо макушку оставлять, а макушку можно побольше оставить смело, и это будет нормально уже выглядеть, и лист не будет растение мельчить, если за ним должным образом ухаживать. Здесь вот так оставлю. А промежуточные черенки я предпочитаю делать все-таки в один вот такой сегмент. Вот так. Макушку тоже здесь оставлю побольше. Жалко мне как-то ее резать и кромсать. А тут все по той же схеме оставляю вот такие вот черенки с такими фрагментами ствола. Ну что, друзья, начеренковала. У меня, видите, целая охапка филодендрона верукозума. Красивые такие листики. Букетом вообще таким здорово смотрится. Еще изнанка нарядная. Поставлю это просто, как обычно, воду на укоренение. Мне осталась уже, по-моему, последняя ваза, потому что очень много получилось черенков за эту неделю. И раньше много всего уже начеренковано. И еще, наверное, предстоит, потому что растение нужно и обновлять, и как-то формировать красиво. Смотрите, прям любуюсь. Очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Благодарю за просмотр и за то, что досмотрели его до конца, прям до этого момента. Надеюсь, что получилось насыщенным. Конечно, я не все успела из того, что мне хотелось бы за эту неделю. Но все равно думаю, что результат неплохой. Начало положено. И буду прощаться до своего скорого, следующего ролика. Всем хорошего дня, хорошего вечера. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok